Каннский банк лишили лицензии. Подробности через пару минут, а пока коротко о других событиях этого дня. Скарлатина без карантина. Ни классный руководитель, ни фельдшер в том числе, никто из них не позвонил, не поинтересовался точным диагнозом моей дочери. Сейчас они распространяют ситуацию в течение нескольких дней среди родителей, что скарлатина не подтвердилась. Из-за больного ребенка в Березовской школе разгорелся конфликт. Чего требуют родители и что скрывают в учреждении? Крупные компании дадут краю 500 миллиардов рублей. На что потратят деньги? На подарках не экономят. В Красноярске открылась рождественская ярмарка. Клавдия Сельмахович узнала, что там экзотичного можно купить и за сколько. Александр Ус подписал меморандум о сотрудничестве с тремя владельцами крупнейших предприятий края. Олегом Дерибаской, Андреем Мельниченко и Владимиром Потаниным. Согласно меморандуму, они направят в край более 580 миллиардов рублей. Деньги пойдут на экологическую модернизацию предприятий. Кроме того, будут вложены и в другие объекты. Красноярский аэропорт, спортивные сооружения, благоустройство городов и развитие социальной инфраструктуры. Отдельно стоит отметить, что три главных краевых олигарха и руководители региона впервые собрались вместе и публично. Теперь мы убеждены в том, что необходимо все-таки обеспечить гораздо больший уровень, если хотите, взаимопроникновения в интересы друг друга и таким образом добиться большего совокупного синергетического эффекта. Для края крайне важно, чтобы эти локомотивные предприятия выступали в качестве лидеров, которые вовлекают в свою орбиту предприятий иного масштаба, которых много на Красноярской земле. Многие проекты, на которые будут потрачены деньги, обсуждаются уже давно. Это, например, строительство новой трубы на ТЭЦ-1 или модернизация КРАЗа и строительство алюминиевой долины. Что олигархи потребовали взамен за 580 миллиардов, пока неизвестно. Краевые депутаты обвинили руководство многофункциональных центров вне дееспособности. Народные избранники посетили несколько отделений и обнаружили, что работа в них поставлена плохо. Поблизости может не оказаться ни банкоматов, ни терминалов, чтобы оплатить госпошлину в некоторых МФЦ площади аренды участники, которые делают копии документов за деньги, хотя эта услуга бесплатная. Но самое интересное депутатов ждало в Березовке. Там оказалось сложно получить выписку из Росреестра. Фактически все талончики на эту услугу забирают один человек и остальным предлагают воспользоваться услугой не ранее, чем через три дня. Там предусмотрена была предварительная запись по телефону. Дозвониться было невозможно, потому что трубка лежала снятой. Во-вторых, мы установили, что есть свободное время, но девушка фактически вводит в заблуждение. Она завела некий журнал предварительной записи, который никакими документами не предусмотрен. Ну вот и такие вещи. То есть обвинять в том, что она продавала очередь, нет. Мы этого сделать не можем, но мы можем сказать о том, что процедура записи за получением услуг Росреестра была усложнена. Депутаты решили обсудить эти проблемы с руководителем МФЦ Дмитрием Каташевым и профильным министром Михаилом Васильевым. Приглашенные руководители попытались рассказать, как хорошо поставлена работа, но народные избранники начали задавать конкретные вопросы. МФЦ финансируется из бюджета. За семь лет в содержание и развитие сети вложены миллиарды рублей. Почему она так и не стала удобной? Что в центрах делают коммерсанты с платными услугами? Как выяснилось, много денег ежегодно съедает аренда площадей под филиалы участников. На этот год только по этой статье запланировано потратить 19 миллионов рублей. Причем не все помещения удобны для людей. Депутаты поинтересовались, как выбираются эти помещения, но внятный ответ пришлось буквально выпытывать. Вы провели открытый конкурс, заявив о требованиях к помещениям. Что вообще вы сделали? Мы провели мониторинг предложений, существующих на рынке. Проводили этот мониторинг. То есть конкурса вы не проводите? Мы проводили мониторинг. Приема заявок не производите? Фактически мы тратим миллионы рублей на аренду помещений, которые вы лично выбрали? Ну нет, это не так, конечно. А как? Проводится мониторинг тех помещений, которые... Так, и по итогам мониторинга кто принимает решение? Это решение согласуется с органом исполнительной власти. А, ну то есть вы указываете, что вы не в одиночку, а вас крышует министерство? Местное управление, скорее всего. Я выбираю. Крышует парламентское, конечно. Оно не матершинное. Те арендаторы, которые у вас есть, они тоже сидят без конкурсов? Они размещены на площадях в соответствии с требованиями законодательства. Еще раз, без конкурсов? Потому что так говорит законодательство. Ну еще раз, без конкурсов? Без конкурсов. Ну понятно. То есть видите, как вам сложно... То есть вы на самом деле понимаете, про что я спрашиваю. Поэтому вам сложно ответить честно. Депутаты решили провести ревизию арендуемых помещением в ФЦ, ставок аренды и перечня платных и бесплатных услуг. И мы продолжаем выпуск. Скарлатина без карантина. В нашу редакцию обратилась мама второклассницы. По ее словам, девочка заболела скарлатиной. Но в школе этот факт скрывают и успокаивают родители учеников. Переживать не стоит, диагноз не подтвердился. Класс тоже никто не обрабатывал. Антон Шевчук сегодня разбирался в этой истории. Свидание через закрытое окно по телефону – это пока единственный способ увидеть родную дочь для Лидии. Ее 9-летняя Саша заболела скарлатиной, поэтому в палату проходить никому нельзя. Карантин. Диагноз скарлатины у ребенка подтвердился. На сегодняшний день состояние девочки остается средней тяжести. Ребенок с подозрением даже на скарлатину, когда попадает к медицинским работникам, при подозрении на это заболевание, заполняет секстренное извещение. То есть мы сообщаем в органы Роспотребнадзора об этом случае. И дальше все противоэпидемические мероприятия проводятся уже эпидемиологами. Здоровью девочки ничего не угрожает. Она идет на поправку. Однако ее мама переживает за одноклассников. По ее словам, в классе не проводили никакой санитарной обработки, а школьные фельдшеры и администрация скрывают от родителей, что в классе инфекция. И успокаивают всех, что скарлатина у девочки не подтвердилась и переживать не стоит. Никто из школы, ни классный руководитель, ни фельдшер в том числе, никто из них не позвонил, не поинтересовался точным диагнозом моей дочери. Сейчас они распространяют ситуацию в течение нескольких дней среди родителей, что скарлатина не подтвердилась, что у ребенка иерсинеоз, то есть это кишечное заболевание, что ребенок на данный момент уже, по их словам, находится дома, выписан. И якобы я его чуть ли не скрываю дома и обманываю всех родителей. Родители так и не добили, чтобы их класс обработали эпидемиологи или хотя бы продезинфицировали. И решили действовать сами. Взяли имойшие средства, тряпки и пошли в школу отмывать кабинет хлоркой. Был помыт только пол. Все. То есть пол был чистый, стоял запах хлорки. Все. Батареи в пыли, подоконники в пыли. То есть это было видно невооруженным глазом, что это ничего не обрабатывалось. Это все, то есть как бы мы вытирали, мыли сами. Фельдшер школьный дает информацию, что не подтвердил ли все эти диагнозы. В Роспотребнадзоре нам подтвердили, что в школе был случай скарлатина. Однако при ее выявлении никакая дополнительная санобработка или карантин не требуется. Достаточно проветривать кабинет и следить за состоянием детей. Однако в школе не захотели рассказать, какие действия были предприняты. Девочка, которая заболела скарлатиной. И что? Я с вами разговаривать не буду. Все у нас Роспотребнадзора с хоронином. Так вы скажите, какие были меры. Подождите. Проблем никаких нет. Ну, вы проводили обработку класса? Естественно. До свидания. Ну, вот так, мягко сказать, недружелюбно нас встретили. Директор отказалась давать какие-либо комментарии. А после нам вообще пригрозили, что вызовут охрану. Сразу после нашего визита в школу директор позвонила маме заболевшей школьницы. Что директор, поздоровавшись со мной, сказала, на каком основании вы вызвали телевидение? Она сказала, если я увижу вашего ребенка в этой школе, то, мол, типа, я за последствия не ручаюсь. Я вас предупреждаю, чтобы вы сюда ребенка больше не приводили. Некоторые родители одноклассников Саши уже отказались от еды в школьной столовой. По их словам, у детей часто от нее болит живот. Ситуация в школе теперь на контроле у Министерства образования. А на днях в учебное заведение должна приехать санитарная эпидемиологическая служба. Антон Шевчук, Дмитрий Яковлев, Афонтова Новости. Центробанк отобрал лицензию у банка Каннский. С сегодняшнего дня двери его филиалов закрыты. Как гласит табличка по техническим причинам. Клиентам предлагают ознакомиться с памятками, как действует в подобной ситуации. Как сообщают в Центробанке, причина такой жесткой меры простая. У банка почти нет собственных денег. Все средства привлекались от вкладчиков и выдавались в виде кредитов другим клиентам. При этом значительное количество кредитов не подтверждено документами. Сейчас в банке работает временная администрация. Прокуратура не оценила идею красноярского автосалона, который пытался продать Бентли за криптовалюту. Объявления в интернете обнаружили сотрудники ведомства. Салон предлагал приобрести Бентли за 55 биткоинов. Прокуратура посчитала, что предприниматель нарушает закон. Ведь платежное средство в России одно – это рубль. Только в отдельных случаях можно совершать куплю-продажу иностранной валютой. А вот пользоваться биткоинами нельзя. Это неофициальная виртуальная валюта, которую чаще используют для анонимного отмывания черных доходов. В итоге директору автосалона объявили предупреждение и потребовали удалить информацию о продаже. Замечу, сейчас один биткоин стоит почти миллион рублей. Следовательно, автомобиль собирались продать почти за 55 миллионов. К слову, реальная его цена – около 14 миллионов рублей. Четвертый класс гимназии номер 4 присоединился к нашей доброй акции «Я, Дед Мороз». Ребята собрали подарки и на уроке технологии сделали открытки в форме елочных шаров. И вот сейчас я покажу одну из игрушек. Вот она у меня в руках. Потому что я хочу помочь пожилым людям, у которых никого нет, и чтобы они знали, что есть такие люди, которые хотят им помочь, и чтобы они знали, что есть добрые люди. Счастливый праздник, и пожилые люди, им надо тоже порадоваться этому празднику, и мы решили им помочь и сделать подарки. А что вы желаете бабушкам, дедушкам? Вот вы кому собираете подарок? Бабушке. Бабушке. Что вы желаете бабушке? Я желаю бабушке счастья, здоровья, чтобы она никуда не болела. Акцию «Я, Дед Мороз» телекомпания «Афонтова» проводит в третий раз. Мы вместе с вами готовим подарки для одиноких пенсионеров, которые живут в пансионате в Солнечном. До конца сбора подарков осталось совсем мало времени. Торопитесь принять в ней участие и поделитесь добром и новогодним настроениями с теми, кому оно так нужно. Подробнее об акции читайте на нашем сайте. Там же вы найдете и рекомендацию по сбору подарка и адреса пунктов приема. И сегодня в Красноярске открылась первая рождественская ярмарка. Здесь горожане могут найти и деликатесы, и подарки ручной работы, и даже елки по цене производителей. Кладбис Тельмахович прошлась по рядам и приценилась. Традиция рождественских ярмарок и базаров насчитывает не одну сотню лет. Первые ярмарки появились в Вене в 13 веке. С тех пор каждый год в декабре люди приходят на ярмарочные площади для того, чтобы купить лучшие разносолы и самые вкусные продукты к новогоднему столу. Если сравнивать с прошлым годом, говорят, что здесь, на этой ярмарке, цены не очень изменились. Как большой уровень цен здесь? В принципе, приемлемо. Больше, чем в прошлом году? В прошлом году? Нет, такие же. Все так же. Я, допустим, грецкий орех беру. В магазине он 450. Здесь 400. За курагу я пришел 273. В магазине она 350 будет. Поэтому цены очень хороши. Сухофрукты, мясные деликатесы, сладости и икра. Набор продуктов на ярмарке самый праздничный. Правда, кое-чего горожане не нашли. Не домашние курицы. Домашние птицы. Масло растительное. Гусей нету. Масло растительное. Потом мясо нету. Я не вижу. Вы видели мясо? Нет? Нет. Я тоже не видела. Она не коптит. Не фырка. Как другие свечи. Марина Катренко, пчеловод из Ачинска. На ярмарку привезла мед и свечи из воска. В этом году в угоду покупателю мастер сготовила много собачьих, дедов морозов и снеговиков. Они пахнут медом и теплого желтого цвета. Восковые свечи не красят. Я пробовала с цветами, но разноцветный воск не держит. Он становится грязным и теряет запах свод. Вот именно свой природный эффект. Эффект природный нынче моден и в оформительском искусстве, рассказывает декоратор-любитель Елена. Чем больше в новогодних украшениях натуральных элементов, тем лучше. В этом году в угодно сочетание больше натуральных вещей, таких вот как деревянных, допустим, санки деревянные различные, какие-то старинные в стиле ретро игрушки сделанные. И также всегда актуальны вот такие вот елки. То есть это сочетание получается натуральных материалов и искусственных. Здесь же можно найти ели, причем даже красноярского производства. Игрушки, сувениры, открытки, украшения и еще многое из новогодней потребительской корзины. Без покупок уйти будет сложно. Причем продавцы говорят, вопреки кризису, здесь не экономят. Празднование Нового года в этом году обойдется в среднем в 17 600 рублей. Таковы подсчеты консалтингового агентства Deloitte. Это больше на 4%, чем в прошлом году. Связаны такие траты не с тем, что россияне стали больше зарабатывать, а с тем, что стали лучше продумывать свою подготовку к Новому году и отложили деньги заранее. Клавдия Стельмахович, Алексей Егоров, Афонтова новости. До Нового года осталось 20 дней. Сейчас горожане начинают активно закупать подарки, продукты, в том числе пиротехнику. Но порой запуск фейерверков или петард заканчивается трагически. О безопасности мы сегодня поговорим с государственным инспектором Красноярска по пожарному надзору Павлом Алавкиным. Павел Михайлович, добрый вечер. Что нужно делать, чтобы запуск фейерверка или какой-то петарды не превратился в трагедию? Вот мы покупаем, смотрим, красивая абсолютно коробочка, а в ней может быть все, что угодно. На что нужно обращать внимание? Дело в том, что при покупке пиротехнических изделий надо обратить внимание на некоторые вещи, в том числе, когда вы покупаете это на целостность коробки пиротехнического изделия, на ее внешний вид, то есть посмотреть, нет ли подтеков каких-то, либо вмятин, механических повреждений. И на данном, на каждой продукции имеется инструкция по применению, как правильно использовать, кем можно использовать, в каких условиях, какие вещи надо обратить внимание, чтобы не получилось трагических последствий. То есть если мы возьмем, допустим, продукцию, здесь будет у нас на русском языке, то есть уже крупным шрифтом довольно-таки, чтобы мог любой человек прочитать и обратить на то или иное внимание. То есть здесь уже у нас назначение изделия идет, область применения, инструкция по применению, класс опасности, радиус опасной зоны, опасные факторы, какие могут у нас произойти в случае выстрелов данного пиротехнического изделия. То есть кому данная продукция может быть продаваться, то есть для лиц старше 18 лет. Вы сказали, нужно обращать внимание на целостность коробки, но очень часто даже продавцы говорят, ой, да ничего страшного, помелось ты, главное же, что внутри. Нет, дело в том, что данный, наверное, у нас продукт является все-таки потенциально опасным, и поэтому любое повреждение механическое, соответственно, может привести к повреждению содержимого. На рынке можно покупать такую продукцию? На каких-то открытых пространствах, не знаю. Нет, на самом деле, чтобы не было каких-то недоразумений, да, желательно покупать супертехническую продукцию в специализированных либо отделах, либо магазинах. То есть в Красноярске их в настоящее время достаточно большое количество, нет необходимости как бы где-то искать там какими-то радостными способами, через знакомых, через друзей. Абсолютно вся пиротехническая техника должна быть сертификатом? Даже маленькие петарды? Обязательно, да, даже вот, пожалуйста, маленькие петарды, также все те же самые требования. А продавцы имеют право продавать детям пиротехническую технику, в том числе петарды? Мы только с 18 лет. Мы их можем в данном случае привлечь к ответственности? Здесь, наверное, ответственность уже все-таки органов внутренних дел. Скажите, а все-таки в помещении, вот мы хотим устроить очень красивый праздник, и хотим, чтобы у нас что-нибудь тоже взрывалось, стреляло, горело. Вот сейчас очень модные всякие вот разноцветные фейерверки, которые в торт вставляют, фрукты. Можно подобные? В помещении пиротехнические изделия запрещено категорически использовать на территории Российской Федерации. Любые? Любые. Ну вот у нас на столе, кроме фейерверков, сейчас есть еще и гирлянда. На что нужно обращать внимание, чтобы у нас ничего не воспламенилось, елка не сгорела за 40 секунд вместе с квартирой при покупке гирлянды? Ну, на самом деле, да, хоть говорят, что пиротехнические изделия у нас основными причинами являются, но как бы в пожарах вряд ли, а скорее всего пиротехнические изделия у нас больше посредствия травматизма, да, и не частных случаев, а именно посредствия электротехнической продукции могут у нас, к сожалению, испортить праздник, и в том числе вот гирлянды, да, то, что мы используем для украшения новогодних елок, какой-то домашней иллюминации, то есть они несут очень большую опасность и угрозу. Поэтому тоже при выборе данного продукта надо обращать внимание тоже на целостность, кто производитель, то есть кто инструкция, то есть откуда ввезена, как ввезена, тоже сертификат соответствия должен быть. Вот данным, как раз вот на примере, не знаю, можно показать, нет, как бы это у нас получается гирлянда, она не соответствует требованию, то есть здесь мы ничего не найдем. Где ее можно использовать, как ее можно использовать? То есть она потенциально опасная? Она потенциально опасная, потому что мы не знаем, в каких случаях и где ее можно применять. Спасибо вам за то, что пришли, спасибо, что рассказали. Спасибо вам. Надеюсь, теперь все точно будут покупать только качественную пиротехнику, гирлянды, и ни у кого не будет испорчен праздник. Такого на взлетке никогда не было и больше не будет. По-скандинавски теплые дома от Арбан и органический ландшафт на всей территории микрорайона. Скандис. Природные дворы на взлетке. Новогодняя распродажа вы снова. Все по пабричным ценам. Успейте купить. Действует рассрочка. Авиаторов 5. Новогодние приключения. Чудеса эквилибристики. Животные севера и хищники Африки. Ягуары, пумы, волки в одной клетке. Олени, лисы, черноборки, песцы и хаски. Завораживающие битвы шаманов. Полеты под куполом цирка. Эксклюзивные костюмы. Грандиозные декорации. Световое представление. Большое новогоднее шоу. Северное сияние. С 16 декабря. Впервые в Красноярске. Призеры Монте-Карло. Бриллиантовый цирк России. Рыбное хозяйство Елисей. Выращивают речную радужную форель и реализуют ее в розницу и оптом. В хозяйстве регулярно проводят экспертизы и лабораторные исследования рыб. Еще Елисей занимается розничной торговлей карпа. Сама стерлядки и осетра. Елисей. Рядом с березовкой. Ориентируйтесь по указателям. Новогоднее настроение. Скейтеринг Беллини Групп. 250-10-90. Супермагазин бытовой техники от Видео 2000 предлагает гигантский выбор бытовой техники. Холодильники, стиральные машины, плиты, встройка. У нас есть все. Наш ассортимент вас удивит. Все по низким ценам. Северный. Шумятского 1. Телефон 266-79-79. Новогодняя распродажа вы снова. Все по пабричным ценам. Успейте купить. Действует рассрочка. Авиаторов 5. 27 по-скандинавски продуманных планировок и возможность выбрать свой вариант даже среди квартир одной и той же площади. Эркер или панорамное окно в пол будут в каждой квартире. Скандис. Природные дворы на взлетке. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все подробности в сюжете далее. В каких условиях мы там жили? И вот зайдя в эту квартиру, это просто небо и земля. Теперь у Тамары Королёвой есть своя квартира. Уютный балкон, солнечная сторона и точно предновогоднее настроение. К 2018-му женщина планирует обустроиться, купить новый диван и кухонный уголок. В новой жилой площади 25 квадратов. Место старых 14. Чистовая отделка, потолки, стены, пол, все и раковина, ванна, все стоит. В этом доме просто уже невозможно было жить. Невозможно было там находиться. Пол проваливается, в стенах дыры. На улицу Калинина Тамара переезжает вот из этого барака на улице Технической. Таких на этом участке осталось три. Уличные неудобства семьи здесь терпят десятки лет. Сейчас все ждут переселения из аварийного жилья. Снос у бараков рады и соседи из высоток на Новосибирской. Я с ребенком, когда гуляю, мне всегда часто приходится проходить мимо этих бараков. Во-первых, очень часто бывают здесь собаки, которые довольно большие и крупные и пугают своим лаем, агрессивным поведением. Ну и второе, тут всегда грязь, особенно весной. Компания «Застройщик» благоустроит территорию, построит подземную парковку и детскую площадку, чего сейчас на этом месте нет. Проект развития застроенной территории напрямую связан с жилым районом Николаевский. В мэрии говорят, новые дома на этой улице появятся благодаря частному муниципальному партнерству. На некоторых площадках мы 50 на 50 расселяли аварийные бараки. То есть 50 за счет бюджета, 50 за счет инвестора. На некоторых и большинство площадок, где расселение происходит только за счет инвестора. С компаниями уже заключено 14 договоров. Застройщики не только переселяют людей, но и застраивают и благоустраивают районы. Это красноярскому бюджету на руку, ведь региональная адресная программа завершилась досрочно, а в списке еще больше 300 бараков. Ольга Хохлова, Михаил Ткачук, Афонтова новости. А сейчас переходим к новостям спорта. О них расскажет Антон Соркин. Красноярский дзюдоист Лео Фогель стал серебряным призером Кубка России. В финальном поединке весовой категории до 81 килограмма сибиряк уступил брянскому спортсмену Александру Ульяхову. Фогель доминировал по ходу поединка, но одна ошибка, допущенная спортсменом за 49 секунд до конца встречи, не позволила ему держать верх. Волейболистки Енисея с победы стартовали во втором по силе европейском турнире Кубке ЕКБ. В первом матче 1-16 финала подопечная Сергея Голотова на выезде 3-0 по партиям одолели финский клуб ХПК Хяме Энлинна. Сегодня после недельной паузы возобновляется чемпионат России по хоккею с мячом. Красноярский Енисей свой поединок проведет в Нижнем Новгороде против местного старта. Это будет первый матч сибирского клуба в регулярке без Алана Джусоева. Вернувшись из расположения сборной, игрок до сих пор остается без команды. Красноярские начали готовить спортсменов к паралимпийским играм с детского сада. В ряде учреждений ввели необычные тренировки. Дважды в неделю у дошкольников проходят занятия по адаптивной физкультуре. В программе задействованы ребятишки со слабым зрением и слухом, а также заболеванием опорно-двигательного аппарата. С ними очень интересно работать, потому что они каждый раз придумывают что-то новое. Они могут такое вытворить, что порой от них даже такого не ожидаешь. Но на самом деле мне очень нравится с ними работать. Они очень хорошие дети. Хотя у них есть нарушение зрения, свои сложности в этом, но они такие очень эмоциональные, очень активные дети. Ребята на протяжении нескольких недель готовились к конкурсу на лучший комплекс упражнений. Сегодня дошколята со своей программой выступили на итоговом фестивале адаптивного спорта. Делали занятку. Да, как мы в садике делали. Вот положа руку на сердце. Волновались? Да. Что самое сложное было? Ничего. Внедрять уроки физкультуры для детей с ограниченными возможностями здоровья в детских садах продолжат и в следующем году. И не исключено, что кто-то из этих ребят в будущем сможет вырасти до профессионального спортсмена. Антон Соркин, Михаил Скачук. Афонтова новости. На этом все. Свои новости сообщайте по номеру 285-14-14. Фото и видео присылайте с помощью приложений Viber, WhatsApp или Telegram по номеру 8953-585-14-14. Или пишите нам в социальных сетях в Facebook и ВКонтакте. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok В четверг, 14 декабря в Красноярске будет облачно и пройдет небольшой снег. Днем похолодает до минус 11 градусов, ночью столбики термометров опустятся до минус 14. Ветер западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. СНЕЖНЫЙ БАРС ПРАЗНИЧНЫЕ СКИДКИ Мам, а мне понравилось лечить зубки. Понравилось? Еще пойдем. Тебе подарок там дадут и скидку на семью получим. А как же папу к стоматологу приучим? Ему весомый нужен аргумент, чтобы добавить рвение. Скажи ему, эстетика зубов важна для имиджа и для общения? Семейная стоматология «Эксселент Дент». Профессиональное лечение зубов для всей семьи. Капитанская 6, Южный берег. Телефон 206-11-40. Есть противопоказания, необходима консультация специалиста. В новом году посуда «Цептер» поможет вам готовить быстро, легко и с удовольствием. Новейшая разработка в области дизайна. Кухонная посуда высочайшего качества. Главное преимущество – готовим без добавления воды и соли, жарим без масла, сохраняя все витамины в процессе готовки. «Цептер» – один из мировых лидеров в области полезного питания. Новинка от компании – шнековая соковыжималка. Свежевыжатый сок, природный кладезь натуральных витаминов и питательных веществ. Приобрести продукцию «Цептер» вы можете по адресу Баграда, 12, 2-277-117. Телеканала «Фонтова» и радио «Комсомольская правда» представляют. Встречайте! Алексей Вербицкий, Ренат Каримулин, Александр Белов. В новом вечернем ток-шоу выходного дня «Местная воскресная». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров Н.Александрова